Загрязнение почвы в Китае – одна из самых серьёзных экологических проблем. Тяжёлые металлы в китайском рисе и овощах становятся всё более распространённым явлением. Долгие годы результаты исследований почвы остаются в стране государственной тайной. Однако недавно, впервые с 1996 года, подобные данные были обнародованы. Заместитель министра земельных ресурсов сказал в ходе пресс-конференции, что более 3,2 миллиона гектаров китайских земель загрязнены и непригодны для сельского хозяйства. Других подробностей он не сообщил, однако многие китайцы уже выразили опасение, что ситуация может быть ещё более плачевной. Как подтвердили государственные СМИ, в промышленных и горнодобывающих районах Китая действительно главными загрязнителями почвы являются тяжёлые металлы, особенно в дельтах рек Янзи и Джудзян, а также в северо-восточных регионах КНР. Учёные говорят, что загрязнение почвы особенно опасно для провинции Хунань, который является крупнейшим в Китае производителем риса. Там в почве наблюдается повышенный уровень кадмия. При этом, по данным New York Times, в 2012 году провинция произвела 17 миллионов тонн риса, что составило 16% от общего количества выращенного в Китае риса. «Кадмий токсичен даже в малых дозах и представляет большую опасность, поскольку растения вбирают его очень легко. Загрязнённый рис может привести к невралгии, отказу почек и остеопорозу». Эксперты полагают, что загрязнение почвы в Китае в основном вызвано выбросами отходов с предприятий, скоплением твёрдых промышленных отходов, а также чрезмерным использованием пестицидов и удобрений. «Выбросы отходов необходимо строго контролировать, поскольку загрязнённая вода ведёт к загрязнению почвы и дальнейшему распространению опасных веществ». Ещё одной причиной сокращения плодородных почв в Китае является активная урбанизация. Земли попросту застраивают. Например, за последние 13 лет под постройки было отведено почти 3 миллиона гектаров земли. «Плодородную почву нельзя урбанизировать, а это в Китае происходит в пугающих масштабах. Где бы не строили город, мы занимаем огромные зоны. Можете представить, сколько сельскохозяйственной земли мы потеряли». Министерство земельных ресурсов Китая уже пообещало, что будет засаживать загрязнённые почвы лесами и травой, и что из бюджета на это выделят десятки миллиардов юаней. Между тем, рядовые китайцы уверены, что пока местные власти будут позволять крупным промышленным компаниям сбрасывать отходы прямо в реки, а также не остановят захват земли под застройки ради повышения ВВП, ситуация не изменится.